О национальных традициях в православии и о том, какое значение для нас имеет Пресвятая Богородица, мы, как и обещали, поговорим с настоятелем Всехсвятского прихода Минска, протоиереем Федором Повным. Беларусь находится под покровом Царицы Небесной. И сегодняшний день, когда мы приближаемся к освящению, к великому освящению главного престола, главного, основного храмового пространства, подтверждает, что покров Матери Божией над нашей землей, несомненно, присутствует. Ну и очень символично, ведь фактически храм строился параллельно с тем, как развивалась уже суверенная независимая Беларусь. Не думается, он современник Беларуси. И современник, и свидетель всех тех процессов, которые происходили и происходят в нашей стране. И одновременно и символ, и образ независимой, самостоятельной, суверенной страны. А почему всех святых? Почему храм-памятник? Храм-памятник отстроился ввысь. Шли работы по созданию интерьеров крипты. Мы обдумывали концепцию. Было столько идей, которые не могли не быть воплощены. И стало понятным. Изначальная цель храма-памятника – почтить память безвинно убиенных – это слишком узко. Наша земля впитала столько крови, слышала столько стонов на протяжении последнего тысячелетия. Беларусы гибли не только у себя на родине, но и на чужие. Страдали и воины, и мирное население. Дети, замученные в лагерях, достойны памяти народа, так же, как и солдаты, погибшие на полях. Спасатели, милиционеры, выполнявшие свой долг до последнего вздоха – все это наши люди. Все это пример или память следующим поколениям. И нам нужно быть благодарными нашим предкам и за то государство, которое мы сейчас имеем, и за возможность строить свою жизнь свободно. Вот поэтому святейший патриарх Алексей II в 2008 году утвердил новое название, стоя прямо перед ступенями храма-памятника. Храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послужившего. Думаю, идейный смысл вот этой программы нового названия стало своего рода завещанием святейшего патриарха белорусскому народу. Ведь визит этот стал для него последним в жизни за месяц до кончины. И сейчас снова приезжает в Беларусь патриарх. Чего здесь больше? Честь большая или большая ответственность? И честь, и ответственность, и вера, и свидетельство нашего народа по его духовной, духовным стержням. Завтра пройдет заседание Священного Синода. Какие вызовы сегодня стоят перед православием? Это очень сложный для меня вопрос в том смысле, что священное началье нашей Церкви определяет вектор церковной жизни. Наша задача прежде всего молиться, чтобы Господь не попустил, а благословил. Несомненно, на наших глазах сегодня происходит некие, я бы даже дерзнул сказать, тектонические сдвиги в духовной жизни общества. Они не остаются в стороне от православной веры. И поэтому вот этот храм и его значение для земли Белой Руси, для нашей Родины земной, выходит далеко за пределы и рамки нашей страны и нашего земного Отечества. Практически везде разрушается и попирается вера. Секулярное общество начинает относиться к этим вещам, может быть, к этим понятиям духовной жизни, может быть, еще страшнее, чем в свое время к этому относились большевики. Появляется духовность без Бога, псевдодуховность. Наш храм в этом смысле являет, а самое главное, он не рекламирует, не агитирует, он показывает красоту, чистоту и духовную суть и высоту нашей веры в ее историческом прошлом, в ее современном, настоящем и естественно указывает правильный вектор духовной жизни в будущем. О духовности, о роли православия в жизни общества мы говорили с протоиереем Федором Повным. Призывы к православному единству и интеграции народов звучали на уходящей неделе часто и искренне. Я желаю вам помнить о своих истоках, чтобы уверенно смотреть в будущее, и пусть оно будет таким же прекрасным, как этот храм.